Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. В студии Радиль Ватолин. Здравствуйте. Константин Шагимуратов вновь назначен на пост председателя контрольно-счетной палаты Башкортостана. Депутаты госсобрания сегодня утвердили его кандидатуру большинством голосов в ходе пленарного заседания. Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, ранее участники постоянных комитетов рассмотрели и одобрили претендента, которого выдвинул глава региона. Положительное заключение счетной палаты России также было получено. Константин Шагимуратов представил депутатам программу своего видения дальнейшей работы. Ключевым остается развитие цифровой инфраструктуры ведомства. Мы планируем организовать единое информационное пространство и выстроить с объектами контроля интегрированную систему по сбору данных с возможностью формирования запросов, их обработки и хранению. Это позволит работать одновременно с большим количеством источников и данных. Ну и в приоритете также совершенствование бюджетного планирования, внедрение новых аналитических инструментов, направленных на усиление превентивных функций контроля, а также формирование карт риска, повышение квалификации работников ведомства. Это отметил руководитель контрольно-счетной палаты республики. Депутаты госсобрания сегодня утвердили повышение дефицита бюджета региона, увеличив его более чем на 2 миллиарда рублей. В итоге он по году достигнет чуть больше 12 миллиардов. При этом доходы казны на текущий год составят без малого 299 миллиардов рублей, расходы более 311. Параметры обновленного бюджета также утвердили сегодня парламентарии. Как пояснила вице-премьера и глава Минфина республики Лиры Тесамова, доходная часть увеличена на 8 миллиардов рублей в связи с тем, что ожидается на 4 миллиарда больше поступления налога на доходы физлиц. Кроме того, на такую же сумму и улучшен прогноз по выплате дивидендов по принадлежащим республике акциям благодаря улучшению результатов деятельности предприятий. Они также составят 4 миллиарда рублей. Расходы тоже выросли на 10 миллиардов. Значительная часть дополнительных поступлений в бюджет будет направлена на пополнение Дорожного фонда республики. По отчетности сумма поступлений превысила ожидаемые. И согласно бюджетному законодательству, вот это превышение рубль в рубль должны довести, соответственно, увеличить осигнование Дорожного фонда текущего года. Главным образом данные средства будут направлены на решение проблемы фонящих дорог, равно как было сделано в 2023 году 4 миллиарда рублей было направлено на капитальный ремонт содержания фонящих дорог по решению, согласованию главы Республики Башкорстана Фарича Хабирова. Ну и уже известно, что 3 миллиарда рублей направят на финансирование уже заключенных контрактов. Часть средств расходуют на ямочный ремонт этой весной. В Башкортосане собираются ежегодно выделять 4 миллиона 600 тысяч рублей на карманные расходы детям-сиротам. Региональный парламент рассмотрел в первом чтении поправки в закон о дополнительных гарантиях по соцподдержке. Ранее проект обсудили участники профильного комитета госсобрания. В месяц сиротам, живущим в детских учреждениях, будут выдавать от 700 до 1 тысячи рублей. Как считают авторы поправок, выплата будет выполнять важную воспитательную функцию – учить воспитанников детдомов обращаться с деньгами. По крайней мере, ребенок будет учиться расходовать свои деньги, понимать, что такое бюджет, будет экономить, где-то копить на какие-то покупки. Сказалось бы, что это как бы детские вопросы, но это не совсем детские. Если ребенок в семье волей-неволей вынужден уже, если родители дают ему деньги на что-то, он понимает, что это нужно купить продукты, игрушку или что-то, то дети, которые в детских домах, не имеют денег, этого навыка не имеют. Ну и законопроект также предусматривает увеличение размера ежемесячного пособия на содержание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые живут в приемных и патронатных семьях. Выплаты проиндексируют на 18,5%. В Башкортостане на сегодня проживает 10 300 детей таких категорий, из них 93% устроено в семье. Размер пособий на данный момент варьируется от 7,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от возраста и состояния здоровья опекаемого ребенка. После реконструкции арочный мост в Уфе прослужит еще не менее 50 лет. Об этом сообщил заместитель начальника управления по строительству и ремонту дорог мэрии Уфы Евгений Кулешов. Но вот работы продлятся до августа следующего года. Сейчас рабочие укрепляют фундамент моста. Конкретно в эти дни приводят в порядок с 8 по 11 опоры. В мэрии отмечают, что все они сохранились в хорошем состоянии, но тем не менее было принято решение залить в их полость специальный укрепляющий состав. По поводу сохранения арки шли длительные дискуссии. Было принято решение сохранить исторический объект. Металлоконструкция несет не только культурную, но и технологическую функцию по удержанию железобетонной переправы, которая с 1956 года уже сильно износилась. До момента закрытия по мосту можно было передвигаться автомобилем весом не более 10 тонн. Необходимость капитального ремонта этого моста продиктована тем, что он уже выработал весь свой ресурс. Все конструкции он был у нас из... полотно было из сборного железобетона. За это время, с 1956 года, произошло уже полное выщелачивание этого бетона. То есть он уже не мог нести те нагрузки современные, которые предъявлялись. Ну и арочный мост в Уфе являлся одним из символов столицы Башкортостана. С 50-х годов прошлого века на его реконструкцию и реализацию контракта с компанией «Уралмостострой» будет направлено 4,5 миллиарда рублей. Примерно столько же ранее затратили на строительство расположенного поблизости моста в Ставке. Поголовье лошадей за 30 лет в Башкортостане снизилось на почти 40%. На сегодняшний день в хозяйствах и личных подворьях насчитывается 125,5 тысяч голов. Об этом стало известно на секции «Стратегия развития коневодства» в рамках форума «Агрокомплекс» в Уфе. Снижение связано с закрытием и банкротством крупнейших коневодческих хозяйств республики. Если в 1990 году там содержались 171 тысяча лошадей, то уже в 2024 только 23 тысячи. С другой стороны, в три раза выросло количество лошадей, которые содержатся в личных подворьях. Эксперты для увеличения поголовья рекомендовали властям принять программы материального стимулирования хозяйств, предоставить им налоговые льготы, ну и помочь в подготовке кадров. Необходимо ввести законодательный запрет на продажу племенных лошадей, пока у нас селекционное ядро не превысит 15-16 тысяч голов. Кроме того, разумеется, однозначно запретить использование племенных хозяйствах производителей других пород и максимально вовлекать в селекционный процесс породой поголовья, которые сейчас находятся у участников. Ну и в 2022 году глава Башкортостана принял решение о проведении в Башкортостане ежегодного фестиваля «Башкорт-Ате» в Баймакском районе. Он призван популяризировать содержание лошадей башкирской породы. Кроме того, принято решение о создании в республике центра лошади, который станет составной частью Евразийского музея кочевых цивилизаций. К этому часу и все новости. Оставайтесь с РПК.